Всем еще раз привет. Я Муликин Алексей. Сегодня мы погрузимся в мир Excel и интеграции его с C-Sharp. Я работаю в компании Arcadia, старшим разработчиком. Суммарный опыт работы у меня более 9 лет. И сфера интересов это распределенные вычисления, разные архитектурные задачки и всеми любимый C-Sharp. И сегодня в моем докладе мы пройдемся, для чего используют Excel, какие задачки интеграции бывают. Поставим задачу, выявим основные требования, которые к нам пришли от заказчиков. Поищем, какие библиотеки существуют для этих задач и попробуем прокачать их производительность. И, собственно, для чего Excel обычно используют? В классическом, они его используют обычно для хранения данных, какой-то простой обработки информации. Также менеджеры любят использовать Excel для построения каких-то бизнес-процессов, так как он предоставляет удобный интерфейс. Есть простые способы кастомизации вида интерфейса и так далее. Бывают такие сложные, комплексные решения, разработанные на базе Excel в виде кастомных форм интерфейсов с использованием макросов и прочих разных интеграций, в том числе плагины и прочее. Также можно встретить, что Excel используют для математического моделирования или прогнозирования данных. Например, очень часто в сфере геймдева это используется. И, в принципе, если спросить любого геймдизайнера, то с большей вероятностью они скажут, что они используют Excel для проведения каких-то теоретических моментов и проверок баланса для какой-то игры, которую они разрабатывают. Так, и какие же классические задачи интеграции встречаются обычно? Это перенос данных из Excel или в Excel из какой-то базы данных разрабатываемого приложения. И также построение каких-то шаблонных отчетов, когда у нас уже какой-то шаблон в виде Excel-файла с ячейками для подстановки и данные, хранящиеся в стороннем приложении, и нам нужно их как-то сгруппировать и отдать обратно пользователю. Но бывают поинтереснее задачки, как, например, использовать Excel в качестве интерфейса для пользователя. То есть, предоставить пользователю возможность работать именно в Excel, а обработка всей информации, хранение ее отдать стороннему приложению. То есть, пользователь продолжает работать в своем любимом Excel, использовать любимый интерфейс, то есть, графики использовать для данных, с которыми он работает, а результат каких-то манипуляций отправлять приложение обратно для дальнейшей его обработки какой-то сторонней логики. Также можно использовать Excel как основной источник данных. То есть, не только какие-то статические данные в виде чисел, строк, каких-то константов, но и, например, использовать формулы связи между ячейками и вот эту всю информацию по вычислениям. И, собственно, какие проблемы интеграции обычно встречаются? Это самая загвоздка обычно в том, что нормального API из коробки, к сожалению, нет, и приходится использовать какие-то сторонние библиотеки для этого. И в большинстве случаев это проблемы с производительностью. Для таких простых задач, как построение шаблонных отчетов или для выгрузки и загрузки данных, в принципе, задача производительности не является критической, но для каких-то более сложных задач, например, задача оптимизации параметров каких-то вычислений, это может быть критично, и дальше мы посмотрим на это подробнее. Собственно, что у нас было дано? У нас уже был налажен заказчиками какой-то процесс бизнеса, где был инженер с Excel-файлом, в котором он заполнял данные формулы для расчета стоимости производства и также для расчета технических характеристик изготавливаемого продукта. Продукты могли быть разного форм-фактора, могли из разных материалов изготавливаться, и, соответственно, результирующие характеристики и стоимость она отличается. Все данные, соответственно, хранятся в Excel, и он должен часто меняться, потому что появляются и новые материалы, и новые форм-факторы товара появляются. И, соответственно, когда приходит клиент, он приходит с какими-то своими показателями, что я хочу вот такой вот мне продукт, чтобы изготовили из таких-то материалов. Он это все передает менеджеру, менеджер открывает этот Excel-файл, аккуратненько заполняет данные и возвращает уже результирующие стоимости характеристики обратно клиенту. И, собственно, в чем же проблема такого подхода? Это низкая надежность, потому что менеджер может легко ошибиться, что-то случайно сломать, сместить ячейку, случайно затереть формулу и так далее. И придется тогда подзывать инженера. Это все затраты времени лишних при общении с клиентом. А клиенты обычно не любят ждать. Это высокая сложность, потому что приходится менеджеру долго разбираться, этому обучаться, как не сломать и не повредить, чтобы получить корректную стоимость и характеристики продукта. Ну и, соответственно, как я уже сказал, это длительный цикл обратной связи. Это как раз-таки про время получения стоимости и характеристики клиента с момента передачи параметров. Потому что клиент, например, захочет поиграться с этими параметрами, чтобы получить нужные характеристики. И, собственно, наши требования, которые были предоставлены заказчиками, разработать приложение, улучшающее этот процесс. Оно должно быть на SP.NET, оно должно ускорить обратную связь для клиентов. И на будущее мы должны были решать задачу оптимизации параметров. Это такая задача, которая позволяет по заданным характеристикам подобрать нужные входные параметры продукта. Или, например, предложить встречные варианты клиенту на основе его входных параметров, либо с удорожанием материалов, но предоставлением лучших характеристик, либо, наоборот, с удешевлением материалов, но также приемлемыми характеристиками для клиента. И все такие задачи, они обычно ресурсоемкие. Соответственно, нужно будет внимательно смотреть на производительность всех решений, которые мы подбираем. Точность вычислений обязательно должна соответствовать тому же результату, что и в обычном Excel. Расчеты должны быть надежные, они не должны легко ломаться пользователями. И, естественно, Excel-файл входной, он должен иметь меняться на ходу, потому что и инженеры улучшают свои формулы, и, как я говорил, появляются новые виды продукции, новые материалы. И, конечно же, сжатые сроки разработки. Итак, какие же у нас есть варианты? Вариант первый — это мы разрабатываем свой интерфейс для подстановки данных, хардкодим все формулы, хардкодим форм-факторы, соответственно. С этим, получается, есть проблемы при появлении новых форм-факторов. Нам нужно будет разрабатывать и выкатывать новую версию продукта. Нужно будет, соответственно, обучать инженеров, менеджеров по работе с новым интерфейсом. Соответственно, из минусов — это ручной перенос данных. И второй вариант — это когда мы берем и продолжаем использовать интерфейс Excel. То есть инженеры продолжают работать в своем Excel-файле. Он отдает это на наш backend. Наш backend как-то взаимодействует с этим Excel-файлом и уже предоставляет пользователям удобный интерфейс, в котором он может менять параметры. И в результате он будет получать сразу же в ответ стоимости характеристики продукта и, возможно, даже какое-то графическое его представление. Собственно, мы будем использовать теперь backend. И Excel использоваться также будет в качестве единого центра хранения всей экономической модели и хранения данных каких-то табличных значений, типа качества материала, его стоимости и так далее. Итак, начнем изучать библиотеки. Какие есть у нас возможности. Но для начала попробуем выявить требования для библиотеки. По производительности хорошо бы получать ответ для клиентов меньше, чем за одну секунду, точнее даже за полсекунды. Это должна быть поддержка формул не только чтения, но и их расчеты. Нам, в принципе, не важны старые форматы Excel файлов. Нам достаточно новый формат поддерживать, XLSX, предоставляемый офисом. И точность результатов должна быть сравнима с основным Excel приложением. Немного затрону тему разницы форматов, если кто не знает. Старый формат XLS предоставлялся офисом с момента старта Excel. У него есть ограничение на размер. Он более производителен, более компактен бывает. Но он реализован на основе закрытого стандарта, по которому практически нет документации. И с ним очень сложно работать. Дальше мы увидим, что, в принципе, библиотеки такие есть, если кому-то это понадобится. Но в новом формате он уже построен на основе OpenXML стандарта, полностью документирован и легко интегрируется с остальными приложениями. Он бывает иногда чуть медленнее по производительности внутри основного Excel. И поддержка его, соответственно, уже только с офиса 2007. Что, в принципе, для нашего 22 года это уже не так принципиально бывает. Но вернемся к нашим библиотекам. Значит, на первый взгляд я нашел несколько разных библиотечек в OpenSource. Это EPP Plus двух версий. Почему именно 4 и 5 представлены раздельно? Потому что у них отличается лицензионная политика. Четвертая распространяется по открытой бесплатной лицензии. В то же время, когда пятая недавно отпочковалась и предоставляется теперь по некоммерческой лицензии. То есть некоммерческое использование этой библиотеки бесплатное. В другом случае необходимо покупать лицензию. На данный момент различий между ними не так много. Но в дальнейшем они планируют и улучшение производительности, и улучшение поддержки взаимодействия с стандартом Excel. Также библиотека Enpoil представлена и библиотека Spire. Также открытые библиотеки. А вот Spire предоставляется с разными уровнями лицензии. Дальше мы отдельно еще по каждой пройдемся. И, конечно же, стандартный Excel Enterop. Пройдемся теперь по каждой. Детальнее, собственно, Excel Enterop. Что это такое? Если кто не знает, это способ взаимодействия с самим Excel. То есть это библиотека, не реализующая чтение файлов и поддержку этого стандарта. Это библиотека именно по коммуникации с приложением Microsoft Office Excel. И, соответственно, он требует предустановленной Excel на хост-машине. Он требует полного запуска Excel-приложения. Это практически то же самое, что Headless Chrome, когда он запускается для разных UI-тестов. И, соответственно, еще есть проблема то, что API немного страшный. У него практически не задокументированный. И приходится ходить по сторонним каким-то статьям и учитываться, как это все работает. Либо как-то интуитивно перебирать все методы. Также у него случаются иногда по неизвестным причинам ошибки коммуникации. То есть все хорошо работает, работает. А потом внезапно он говорит, что извините, я не могу достучаться до Excel и сломается. В принципе, если нужно что-то быстренько проверить, это хороший вариант. Ничего дополнительного устанавливать не надо. Он, в принципе, приставляется с Windows SDK, который обычно предустановлен уже с .NET. И минусом еще то, что если вам нужно много вычислять, это требует ресурсозатрат, потому что он запускает полноценный Excel, который отъедает немало ресурсов в виде памяти и процессора, соответственно. Следующая библиотечка EPU+. У него, в принципе, простой API, можно спокойно обращаться к ячейкам как по индексам, можно и по именованию использовать. Поддерживает вычисление формул, нужно вызвать просто специальный метод calculate в нужный момент и потом просто прочитать значение из указанной ячейки. Он работает уже напрямую с Excel-файлом, он, к сожалению, не поддерживает старые форматы. В принципе, для нашей задачи это не принципиально. И .NET Core-версия также присутствует, но это уже как раз в пятой версии, и она распространяется под платной лицензией некоммерческой. Библиотека EPU уже из коробки поддерживает .NET Standard 2.0, соответственно, ее можно, в принципе, прикрутить к .NET Core. Она поддерживает старые форматы файлов, но у нее бывают неочевидные проблемы с производительностью. Так, например, нам приходилось заранее получать ссылку на ячейку сперва в момент инициализации теста и уже в момент вычислений расставлять по ссылке нужное значение в ячейку, вызывать вычисления и уже читать значения из результирующей ячейки. Если этого не делать, то получаются очень сильные просадки по производительности. Мы это заметили не сразу, но в данном докладе уже исправленная версия представлена по производительности. Дальше мы берем подробнее графики все. Библиотека Spire, она, соответственно, уже распространяется под многоуровневой лицензией. Самая простая – предоставляет ограничения на количество чтений в записи ячеек. У нее отсутствует механизм самовосстановления при ошибках. Например, в случае, если у нас случается какая-то проблема с парсингом значения из ячейки, нам приходится полностью переинициализировать эту библиотеку, заново открывать файл, заново получать ссылки на ячейки, продолжать вычисления и продолжать работать дальше со следующими параметрами. В противном случае эта библиотека всегда будет выдавать даже на корректные данные invalid cast exception. Почему это так сделано и связано ли это с лицензированием, к сожалению, я так и не узнал. Перейдем к тестированию. Пройдемся сперва по тому, что мы использовали. К сожалению, заказчик на первых этапах, когда делалось это исследование, не предоставил исходный Excel-файл, на котором мы могли бы полностью проверить наше решение. Поэтому я быстренько сварганил вот такой вот Excel-файлик с 10 входными параметрами, результирующей ячейкой, которая считает от всех этих 10 параметров, попытался заиспользовать разные конструкции, разные функции Excel. Также мы дублируем все вычисления нативным кодом, чтобы сравнивать производительность с ручным переносом. Процесс тестирования у нас будет простой. Мы будем замерять время инициализации, время расчета на один проход, среднеквадратичное отклонение полученных результатов вычислений и их точность по сравнению с самим Excel-файлом. А также замерим процент ошибок, которые могли случайно возникать во время расчета. Мы будем генерировать наборы, десяток тысяч наборов входных параметров случайных. Затем пройдемся по каждому вычислению, замерим время на каждую итерацию, сложим полученный результат и после того, как посчитаем время одной итерации, уже будем считать среднеквадратичное отклонение и точность. Начнем наше тестирование и посмотрим, что же получилось. В качестве тестирования был седьмой процессор, 3-4 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-диск, на котором лежал этот файлик. Среднее время на один проход по вычислению получилось так, что Excel Interop – самая медленная у нас библиотека и она порядка 40 миллисекунд занимает на вычислении. В целом ничего критичного, но дальше посмотрим, почему это нам не подходит. Уберем пока что Excel Interop из графика и посмотрим еще ближе. И видим то, что библиотека Spire также отстает по производительности значительно порядка 6-7 раз. Тоже ее немного убьем и посмотрим то, что в принципе библиотека EPU+, и Enpoi по производительности между собой отличаются незначительно. По точности библиотека Spire также нас подводит, предоставляя самую низкую точность вычислений. С чем это связано, также не удалось понять. И видим то, что золотая середина – это у нас две библиотечки. Это Enpoi и EPU+. Почему же 40 миллисекунд на одно вычисление – это много? Нужно вспомнить то, что следующая наша задача в рамках данного проекта – это задача оптимизации параметров. И нам нужно для лучших результатов прогнать как можно большее количество разных входных параметров, чтобы получить более точный ответ для пользователя, какие входные параметры он может использовать или какие наилучшие характеристики он сможет получить с минимальной стоимостью. При нативной реализации мы можем прогнать 2,5 миллиона входных параметров и найти решение, что в принципе дает очень хороший простор для вычислений. Соответственно, для Excel Enterop мы можем прогнать только 12 разных наборов входных параметров. И нужно понимать то, что входных параметров у нас может быть сотни. И в принципе заказчик подтверждал, что у него порядка сотни входных параметров в Excel-файле для продукта. И то есть для сотни разных параметров мы можем подобрать только 12 вариаций, что как бы вообще не вписывается в рамках этой задачи. Поэтому нам нужно что-то с этим делать. Но для начала акцентирую внимание на том, что тест был не совсем корректен. И после очередного общения с заказчиком я вспомнил то, что хорошо бы проверить вариацию, когда у нас ячейка ссылается не просто на константные данные, но и ссылается на другие ячейки, которые вычисляют значения. То есть мы уже получаем более сложную формулу на входе в зависимости от других ячеек, которые зависят от других ячеек. И можем посмотреть то, что производительность изменилась. Посмотрим именно дельту изменений. Увидим то, что нативные вычисления прямого ручного переноса уже в 2 раза замедлились, то есть на 100%. Библиотеки EPU+, EPU также замедлились чуть больше, чем в 2 раза. А вот библиотеки Spire и Excellent.ROP замедлились незначительно, что дает нам понимание того, что они тратят время не на сами расчеты, а на какие-то вспомогательные ненужные функции. И, соответственно, в данном случае задача оптимизации параметров выглядит еще грустнее. И, собственно, какое же решение? А решение – это кодогенерация. И сейчас мы будем погружаться в нее полностью из головы. Для этого нужно понять, что же такое кодогенерация, если кто-то не сталкивался. Это способ решения задач по динамическому формированию кода на основе каких-то входных данных. То есть мы не сами пишем код, а мы пишем код, чтобы код написал код для решения задачи, поднятия на следующий уровень программирования. Бывает статическая кодогенерация, когда мы ее встраиваем в build-процесс, и уже в момент рантайма код проверен и работает отлично. А бывает динамическая. То есть когда пользователь сам предоставляет данные, и на основе вот этих динамических данных мы формируем какой-то код, компилируем его и исполняем. Вот, собственно, какой же алгоритм будет у нас для решения данной задачи? Мы прочитаем формулу, затем выявим зависимости для нее, всех ячеек, попробуем транслировать ее в C-Sharp Analog, сгруппируем это в функцию, функцию обернем в сборку, скомпилируем, загрузим ее в память и получим ссылку на эту функцию, чтобы продолжить вычисление. Рассмотрим каждый этап детальнее. Как же мы будем читать формулу? Я смотрел каждую библиотеку, но мне в душу как-то запала библиотека EPU+. Она и по производительности, и по точности хороша. Вот, и я когда ее смотрел, смотрел ее исходный код, я обратил внимание на то, что у нее предоставлены в публичный доступ классы по работе со списком токенов и со списком iStDereo. То есть, в принципе, мы можем ее использовать как основу для чтения Excel-файла, получения формул и базовый парсинг формулы в виде дерева вычислений. Но, к сожалению, дерево вычислений не получилось заиспользовать, потому что некоторые узлы были с данными, которые сильно зашиты внутрь вглубь этих классов под приватные данные. И поэтому пришлось отступить на шаг назад и использовать токены. В принципе, Excel-формула – это функциональная парадигма, и мы можем спокойно преобразовывать токены в шарп-код на потоковом режиме. И, соответственно, токены – это отличное решение. Как же мы будем читать формулу? Для начала мы прочитаем файл, проинциализировав внутренние классы библиотеки, затем проинциализируем все нужные ссылки на ячейки входных данных и на ячейку с результирующим значением получим из нее формулу. И уже на основе вот этой базовой формулы мы начнем трансляцию. За трансляцию отвечает блок в схеме. И первый этап трансляции – это проход по токену и преобразование токенов в аналог на C-Sharp. Основные токены в виде скобок, запятых, константных значений операторов можно преобразовывать один в один в C-Sharp аналог. А вот преобразование функций Excel-адресов мы рассмотрим отдельно. Для этого нужно было написать дополнительный код. Функции в данном этапе мы вручную преобразуем. Часть мы преобразуем в аналог C-Sharp, потому что они идентичны по семантике. А некоторые функции нам приходилось реализовывать самостоятельно, как, например, функцию Max. В Excel она может принимать как список значений, может принимать range. И нам нужно было написать шарп аналог, который с range не умеет работать, но умеет работать с списком параметров. И, соответственно, чтобы нам получить список параметров линейный, нам нужно распаковать range. Собственно, следующий этап преобразования ячеек. Мы распаковываем этот range, то есть преобразуем A1, B1 в Excel в A1, A2, B1, B2. Вот это делает вот такой вот код. Он выглядит сложно, но в целом тут ничего сложного нет. Следующий этап, когда мы распаковали range, мы получили ссылку на ячейку, нам необходимо ее также преобразовать в C-Sharp код. И в момент распаковки конкретного адреса мы смотрим, что в ней хранится. Если в ней хранится какое-то константное значение, то мы используем наш провайдер с данными. Если же это формула, то мы будем рекурсивно ее также транслировать. Вот провайдеры с данными. Это у нас интерфейс, который принимает на входе адрес и на выходе возвращает значение. После того, как трансляция завершена, мы получаем вот такой вот кусок кода. Как видите, range был преобразован в список линейных параметров. Для компиляции была использована готовая библиотечка, код-генератор. В нее нужно было передать кусочек кода, который нужно скомпилировать, передать список неймспейсов, которые нужно было подключить, и дополнительные сборки, в которых эти неймспейсы хранятся. То есть все стандартные сборки он подгружает. А вот если вам нужно подключить свой код, как, например, реализацию функции, нам нужно было также залинковать саму библиотеку с этим кодом. И также мы объявляем список входных параметров, имя и тип. На выходе мы, соответственно, получаем ссылку, которую можно будет вызывать с нужными параметрами. Для реализации интерфейса нам нужно было создать объект, который наследуется от MarshallByRefObject, чтобы данные корректно передавались между сборками, загруженными динамически. Собственно, вот так вот вызов происходит. И по результатам нам получилось достичь вот такой вот производительности. То есть если библиотека EP+, у нас отнимала 1,2 миллисекунды на один проход, то первая версия варианта компиляции в рантайме стала занимать 6 тысячных миллисекунд, что во много раз уже лучше стандартной реализации EP+, но это до сих пор медленнее, чем нативный ручной перенос всех формул. И мы задумались, можно ли что-то с этим сделать. Посмотрим, в чем же была проблема первой версии. У нас дана вот такая вот формула. То есть у нас есть ячейка A1, которая ссылается дважды на ячейку B1. И вот эта ячейка B2 также содержит формулу со ссылкой на третью ячейку. И первая версия у нас преобразует это вот в такой вид. То есть она полностью inline, это ссылку на ячейку B2. И в итоге у нас вычисление дублируется. Чтобы этого избежать, мы должны ввести какие-то дополнительные переменные и использовать их, чтобы у нас получился полный аналог исходных вычислений. Вот этот код у нас уже был описан. Я его представлял по чтению ячейки. Дальше мы добавим, вместо того, чтобы напрямую транслировать ячейку в C-Sharp код, мы сперва проверяем, есть ли у нас такая переменная в нашем скопе. Если есть, то мы используем ее. Если нет, то добавляем ее с трансляцией формулы, находящейся в этой ячейке. И в результате мы уже получаем вот такой вот аналог, где все вычисления у нас разбиты по переменным. И такой результат нам позволил ускориться в два раза. Поскольку времени на исследование у нас было очень мало, но мы хотели посмотреть, можно ли добиться еще лучших результатов. И мы провели тестирование от обратного. То есть мы брали нативную реализацию и ухудшали ее в сторону второй версии кода генерации и смотрели, какие техники, которые действительно влияют на производительность. И мы выяснили то, что если использовать напрямую константы, а не обертку в виде функции, как это сделано в Excel, то мы получим незначительный прирост производительности. Если мы заменим все циклы в таких функциях, как sum, average и так далее, на линейную подстановку, то мы тоже получим прирост по производительности. И самое главное – это ориентироваться не на ссылки между ячейками, а строить полностью дерево вычислений и анализировать его отдельно и оптимизировать, выделяя общие кусочки вычислений и считать их один раз за весь проход. Это может действительно сильно улучшить производительность, потому что инженеры, пока работают над этим Excel-файлом, могут дублировать формулы или где-то ошибаться, разнося формулы по разным ячейкам. И, в принципе, мы можем автоматически это оптимизировать. Но у нас не было времени проверить это на все 100%. И в качестве результатов у нас вот так получается значительный прирост производительности. Откинем для масштаба последнюю колонку и увидим такой прирост, что мы достигли достаточно близких результатов. Итак, что же в итоге мы имеем? У нас есть инженер, который продолжает работать со своим Excel-файлом, заполнять в нем данные, формулы. Он остается в своей любимой комфортной среде. Никакой паники при появлении нового приложения. Он просто загружает этот Excel в наш новый backend, где мы с помощью библиотечки P++ читаем данные и формулы. Затем с помощью нашего кода мы производим трансляцию и компиляцию в C-Sharp. И уже потом на основе параметров от клиента в новом интерфейсе красивом на сайте мы проводим расчет стоимости и характеристик и сразу же отдаем клиенту. Таким образом получаем счастливого клиента, который может вживую менять параметры и сразу же получать фидбэк по стоимости и характеристикам продукта. Соответственно, интерфейс у нас не поменился. Мы сохранили время на разработку интерфейса и сохранили время на реализацию всех фич интерфейса нужным инженерам. Мы получили достаточно производительное решение, сравнимое с нативными результатами, когда мы вручную бы переносили формулы. Но есть некоторые ограничения в текущей реализации. Мы поддерживаем не все форматы ссылок. То есть Excel в принципе сейчас поддерживает и ссылки на сторонние документы, и ссылки между страницами и разные виды ранжей. У нас не полная поддержка функций пока что. И да, мы умеем работать только с одной страницей. Но в целом это все дело наживное. И для тех, кто хочет потом спокойно ознакомиться со всем этим, есть статья в нашем блоге компании, где представлены коды детально и конкретно каждая строчка разобрана. И в принципе у меня на этом все. Всем спасибо. И я готов к вопросам. Так, спасибо большое. Так, Алексей, пара вопросов всего. Можно ли эти наработки как-то применить Google таблицам? То есть можно ли как-то распарсить Google таблицы или там формулы у них такие же? Не знаешь, не следовал этот вопрос? Конкретно в данном исследовании нет, но я в принципе работал с Google таблицами, с их API. У них очень хороший API. И если не хватает производительности работы именно с Google в API, то в принципе можно прочитать также формулы, их распарсить по такому же алгоритму, сгенерировать аналог и считать уже локально. И в принципе можно сделать то же самое с офисом 360 микрософтовским. У них это все есть, но у них это очень медленно. Я недавно общался по этому вопросу. Время только инициализации загрузки для расчета составляет от 5 до 7 секунд. Они проводили тестирование на сотни, правда, вычисляемых значений. Не знаю, как дела будут обстоять, если они будут вырузить там тысячи, десятки тысяч наборов входных параметров. Но они обещались, что скоро посмотрят и этот момент. Да, действительно, как-то очень медленно. Так, и второй вопрос. Не собираетесь ли вы выложить ваши наработки в open source? Ну, в принципе, у меня есть наработки. Я их могу причесать как-то и думаю, может быть, могу опубликовать на гитхабе. В принципе, такой разговор уже был. Мне кажется, будет полезно. Выглядит слабато, если честно, пока что. Ну, зато эти цифры, которые ты показал, то скорость, она вполне сравнима и лучше конкурента. То есть это отличная база для того, чтобы наращивать уже функциональность. Думаю, поднимем этот вопрос, посмотрим, что можно будет с этим сделать. Так, еще один вопрос. Не смотрели ли в сторону либо closed XML? Нет, такую не встречал в рамках исследования. Я встречал еще несколько библиотек очень странных китайских, на китайской документации, но я в них не стал копаться. Конкретно closed XML не видел. Я где-то ее в документации тоже встречал, но, к сожалению, ничего тоже сказать не могу конкретного. Так, выбери нам один вопрос, который тебе больше всего понравился. Так, в принципе, с Google хороший был вопрос. И с Git, с Open Source. Ну, Open Source это, в принципе, больше такой не вопрос, а предложение, поэтому, наверное, я выберу Google. О, погоди, еще вопросик прилетел. Может, тебе этот больше понравится. Так, пробовали вы Office 365. Это ты сам рассказал, да? То есть это ты уже рассказал. Учитывали время на чтение при оценке работы в Interop. Чтение одной клетки почти равно чтению всего листа, если читать его диапазоном. Нет, я не учитывал. Ну, в принципе, у меня было чтение только из одной ячейки. Вот. Насчет записи, рейнджом, кстати, хороший момент, да. Ну, там настолько все плохо по производительности, что, я думаю, это не спасет ситуацию. Потому что библиотеки, которые вот EP+, там, Enpoi, они все-таки вычисляют в рамках 1-2 миллисекунд, а Interop, сколько было, 40 миллисекунд. Да, но стоит когда слишком много. Да, тут, я думаю, ничто не спасет ситуацию. Но, в принципе, Interop очень такая хорошая штука, если нужна прям очень точная поддержка всего формата. И выгружать графики, какие-то сложные новые фичи Excel. В принципе, библиотеки даже и графики поддерживают, и агрегированные таблицы. Вот. Так что, ну, такой вопрос, в принципе, конкретных задач. Я думаю. Продолжение следует. Продолжение следует.